Француженка Дебора Майер выступает за швейцарскую команду Scuderia Nike. Она дебютировала в гонках в этом году, но уже показала на трассе неплохие результаты. Это мой первый сезон в официальных соревнованиях. Я управляю фантастической машиной. В ней 600 лошадиных сил. Гонки Феррари проводятся на лучших трассах Америки и Евразии. Победители представляют компанию на основных чемпионатах по автоспорту. Сочинские заезды стали четвертым этапом соревнований. В них участвовали 24 пилота из 13 стран. Многие из них хорошо известны в мире спорта, как, например, недавно пересевший за руль болида чемпион гонок серии GP2 Фабио Ляймер. Вначале мне было довольно непривычно справляться с автомобилем этой категории, но постепенно я все лучше и лучше понимал принципы управления. Во многом, благодаря моей команде, мне с ней очень повезло. Для поклонников итальянского бренда все выходные работали специальные выставочные площадки. Можно было заглянуть и в закулисье. Гости гонок могли посетить зону подготовки автомобилей, посмотреть на легендарные модели компании и сфотографироваться рядом с ними. Например, за рулем вот этого спорткара долгое время выступал Михаэль Шумахер. А вот этот гоночный автомобиль Ferrari F10 принес победу команде Ferrari на Гран-при Бахрейна в 2010 году. Тогда за рулем двух таких машин находились Фернандо Алонсо и Филиппе Массо. Как сообщают официальные представители Ferrari, российский рынок они рассматривают как один из самых перспективных и важных в Европе. Позволить купить себе такую машину могут лишь немногие, но в России действуют несколько официальных представителей завода. Впрочем, компанию интересуют не только продажи. Трасса в Сочи – одна из самых современных в мире. Сюда приехали спортсмены, которые уже повидали на своем веку разные спортивные комплексы. И им здесь нравится. Нравится находиться в том месте, где люди хорошо проводят время. Гонками в Сочи итальянская компания решила поддержать начинание российских автогонщиков. На пресс-конференции объявили об открытии на базе сочинского автодрома Российской академии автоспорта. В ней будут обучать всех желающих секретом управления, знакомить с техническими особенностями гоночных автомобилей. А профессиональные спортсмены смогут повышать квалификацию. То, что Ferrari сегодня в Сочи – это большое событие, это мировое событие. Естественно, это мотивация к развитию спорта, автоспорта. И мы говорим о том, что все, что сегодня происходит здесь – это еще один шаг вперед к тому, чтобы все-таки пилоты России могли на Гран-при России в Сочи обязательно стать победителями. В дальнейшем филиалы академии собираются создать в каждом регионе страны. Даже там, где пока не развита гоночная инфраструктура, планируют проводить отборы талантливых детей и молодежи. Обещают, что одними из первых по этой программе начнут заниматься картингисты из Краснодарского края.